Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Страшная трагедия произошла в Тольятти. 13-летняя девочка убила своих сестер 5 и 2 лет. Наверняка вы слышали об этой трагедии. Абсолютно просто какое-то безумие, конечно. Вот что пишут. Тела двух сестер 2 и 5 лет со множественными ножевыми ранениями нашли в одной из квартир. В Тольятти накануне тела девочек обнаружила их 10-летняя сестра. Всего у матери девочек было 5 дочерей. Двое младших от нынешнего сожителя. Их и убила она. В убийстве девочек призналась их же 13-летняя сестра. Вроде как я посмотрел в СМИ, пишут «Ахахахаха», она написала со смехом «Это я». Ужасающая деталь, когда пропавшую из квартиры девочку начали искать, выяснилось, что она ушла гулять. Спрятала тела и пошла гулять просто. Родители в момент убийства были на допросе, несмотря на все странности, которые выясняют сейчас. Семья, в которой случилась трагедия, оказалась идеальной об этом рассказывать. Знакомая, матери детей. В школе девочку подозреваемого в убийстве считали тихоней. После опроса в следственном комитете ее поместили в психоневрологический диспансер. Там она может провести от 2 до 6 месяцев. Живущая по соседству с семьей убитых детей женщина рассказала о реакции отца девочек на трагедию. Психолог говорит, что могла находиться она в маниакальной фазе, комментируя жестокое убийство. Также другие сообщают в СМИ, девочка, которая зарезала двух сестер в Тольятти, не хотела жить с отчимом и отговаривала маму мириться с ним. Когда мужчина все же вернулся в семью, 13-летняя Лиза, имя изменено, убила его дочерей, чтобы отомстить. То есть его дочерей, которые также воспитывались в этой семье. Родители Юрия и Ирина жили вместе больше двух лет. Женщина работала в детском саду, погибшие девочки двух и пяти лет от первого брака мужчины. Лиза, второе фото здесь есть, фото в детстве с сестрой от первого брака. В квартире на улице Лизы Чайкиной оказались 4 ребенка. С начала лета в семье начались скандалы из-за измены Юрия. Со слов соседей, он сейчас спал на лавочке у подъезда и хотел вернуться, так как любил девочек. Лиза умоляла маму не сходиться с Юрием, потому что считала его тираном. Но ее не послушали. На фоне всей суеты она решила, что до нее никому нет дела и убила двух малолетних сестер, его детей, чтобы как бы ему отомстить. Считала, что их любят больше. Сейчас следователи изучают телефон подростка, ищут подозрительные чаты, группы. Также общаются с ее подружками. Уголовное наказание Лизе не грозит в силу возраста. Максимум лечения в психбольнице, если обнаружится психорасстройство. Здесь повторяется примерно то же самое. При этом, как рассказали соседи, второй супруг матери погибших девочек мог ей изменять. Сообщается, что однажды начал в подъезде менее трех месяцев из-за ссоры. В момент убийства родители находились в правоохранительных органах, где давали объяснение о произошедшем накануне крупном семейном конфликте, после которого мать написала заявление на сожителя. Друзья, что я хочу сказать. Здесь очевидно, в внутренней разборке, раз они находились в этот момент, и мать написала заявление на сожителя, дочь, очевидно, как мне кажется, пыталась обезопасить мать. Как это не чудовищно звучит, но, может быть, она в силу своих особенностей мышления в этом возрасте предполагала, что таким образом она, не знаю, может, она не справится с отчимом мужчины взрослой, но она понимала, что таким образом она может отыграться как бы таким чудовищным преступлением абсолютно, отыграться и как-то не то, что сделать ему больно, ну, да, наверное, как бы, как сказать, уничтожить его, что ли, или отомстить ему за это. Чудовищно, абсолютно чудовищно, еще раз скажу, но это вот только мне так, мне только так это видится, потому что по-другому это представить себе невозможно. То, что она ушла гулять, ну, нормальный человек, с моей точки зрения, ребенок, тем более, все-таки возраст у нее такой уже, не совсем детский, прям совсем ребенок, но понимает, что такое убийство, что такое, да вообще, что это такое, насколько это невозможно, да, такое сделать. Поэтому, наверное, накал, тем более, три месяца ночевал на лавочке. Слушайте, что там творилось тогда? Наверное, накал в семье был такого уровня, что, наверное, может быть, ее психика не выдержала, и она решила пойти на такие вот совершенно, совершенно запредельные вещи. Ну, еще раз говорю, конечно, сейчас установит, и ее психологическое состояние, там, и все остальное. Ужасно, ужасно, еще раз скажу, трагедия. И ужасно, конечно, когда взрослые в вот этих разборках, вот в этих вот всех семейных взаимоотношениях, вот этом во всем, это все равно сказывается на детях. Сказывается на детях, и как скажется на ребенке, это вот в таких экстремальных условиях, я скажу, а это экстремальные условия, судя по всему, даже судя по тому, что я сейчас прочитал, экстремальные условия проживания. Детская психика может совершенно по-разному отреагировать на это. Поэтому, конечно, очень важно психологическое здоровье семьи в целом. И хотя и где психологическое здоровье есть, там бывают моменты, но все-таки их гораздо-гораздо меньше. Еще раз скажу, огромная, ужасная трагедия. Какие-то все-таки органы, наверное, есть, я не знаю, должны как-то курировать, наверное, если заявление написало, что дети, как дети, разговаривать, выявлять, выяснять, психологи. Не знаю, друзья. Пишите ваши комментарии, что думаете на сей счет, слышали, не слышали об этой трагедии. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, в свете блокировок, замедления, YouTube, еще раз повторюсь, я приглашаю вас теперь уже на свой основной канал Будда Гришна новости в Telegram. Ссылочка здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Не стесняйтесь, жмите подписаться, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Также там новости 24 на 70 с моими комментариями многим. Видео о политике, которых здесь нет уже очень давно. Мои личные какие-то фото и видео. Ну и, друзья, так как будущий Telegram тоже весьма туманом в нынешних обстоятельствах, внизу есть ссылочка на мою страничку ВКонтакте. Тоже мне подписаться. Там потихоньку будут выходить видео о политике, какие-то другие материалы. Ну и, конечно, хотелось бы, наверное, сказать, что я сейчас подумал, что, конечно, нужно уделять пристальное внимание детям психологическому состоянию, разговаривать. Ну а когда вот доходит до такого противостояния, ребенок вот такие совершает вещи, можно сказать, что она защищала мать и пыталась ему отомстить, и была в шоком состоянии, поэтому спрятала, пошла гулять. Может быть, она всего не осознает общественную опасность деяния, которую она совершает, и вообще в целом всего, что происходит и что она делает. Может быть, у нее отклонения, не знаю, это выявит. Но однозначно, я считаю, что там, где детям уделяется должное внимание и, скажем так, анализ их психологического состояния и всего остального, а взрослые заняты невыяснением отношений, и там ночевками на лавочках, там и так далее, мне кажется, таких случаев гораздо, они бывают тоже, но, мне кажется, их гораздо меньше. Интересны ваши мысли, друзья, на сей счет. Конечно, еще раз повторюсь, это огромная трагедия, она всколыхнула действительно всю страну, во всех СМИ. Со вчерашнего дня я это вижу, вижу, что в комментариях огромное количество людей, мне уже сегодня и вчера прислали много этих писем с этой темой, что какая трагедия случилась, и, конечно, люди просто абсолютно шокированы, что такое вот, вот такое свершилось, и самое главное, настолько хладнокровно девочка так это все сделала. Друзья, пишите ваши мысли успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Деляйте внимание вашим детям, друзья, это очень важно, очень важно, чтобы дети находились в поле зрения, всегда в поле зрения, социальные сети, контакты, где, что, как, с кем, зачастую работаешь, еще что-то, взрослые дела, и на детей меньше внимания совершенно не остается. Нужно мониторить этот процесс.